Город Прима действительно продолжает свою работу и, собственно, я незамедлительно представляю нашего гостя в студии, Роман Казаков, секретарь общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города Красноярска. Романа все наши зрители знают очень хорошо. Я сразу же вам напомню номер телефона прямого эфира, 202-22-22. Мы говорим о том договоре управления многоквартирным домом, по поводу которого внезапно возникли вопросы, в том числе и у администрации города. И по поручению Ирхама Шукреевича, собственно, сейчас юристы и общественный совет занимаются четко по пунктам, придирочками к этому договору. Вот, дорогие зрители, 50 листов договора из того, что только я просмотрела, больше 20 пунктов, которым есть конкретные вопросы. А можно сначала вопрос задать такой, Роман? Вот мы сегодня, когда обсуждали перед эфиром эту тему, первый вопрос был. А как так получилось, что столько лет бежали по этому договору? И почему сейчас, скажем так, эта тема заинтересовала и начали разбираться? Ну, на мой взгляд, здесь есть такая, с одной стороны, возможно, конспирологическая составляющая, потому что ходило много слухов относительно возможности смены собственника большей части коммунального хозяйства города. И вот буквально на этой неделе одни из ваших коллег как раз озвучили этот тезис, и бывший генеральный директор жилфонда это подтвердил, что бизнес весь коммунальный, и Краском, и жилфонд, и все подрядчики, может уйти к новому собственнику. И возможно, что это будет собственник откуда-то из Москвы. И очевидно, что, ну, как будет вести себе этот собственник по отношению к жителям, неизвестно. Неизвестно, да? Да, и поэтому по этой причине, то есть шаги администрации, они абсолютно оправданы, оправданы именно в том плане, что заблаговременно перестраховать собственников в рамках договора управления квартирным домом от возможного некорректного поведения нового хозяина управляющей компании. Получается, это замечательно. Да, только, значит, те семь лет, которые мы жили вот с этими договорами, можно было его не трогать. Да, 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 то есть не вызывало никаких рисков. Ну, это отдельная, я думаю, тема вообще. Да, отдельная тема, конечно, но на самом деле я уверена, что, как это все происходит, да, мы подписываем договор, который нам дают типовой, мы его подписываем чаще всего не глядя, а те люди, которые, например, у них какие-то появились вопросы, им предлагается договор составить самостоятельно, якобы, да, но ты понимаешь, что ты в этом погряз, и все равно подписываешь типовой договор. Так вот, самые вот такие яркие пункты, по поводу которых у вас возникли вопросы. Вы их, кстати, отмечали? Да, мне, например, непонятно. Вот смотрите, понятно, что мы не сможем, не успеем разобрать все 20 пунктов детально, да? Да и больше. Но есть какие-то основные. Но, например, мне непонятно, а что неправильно в пункте организовывать и проводить общее собрание собственников дома? Жилищным кодексом такой нормы для управляющей компании не предусмотрено. То есть собственники в рамках этого договора управляющей компании отдают это право добровольно. И на самом деле, если вдруг собственники захотят сменить управляющую компанию, этот пункт может оказаться камнем преткновения. А, то есть они не могут сами провести без управляющей компании какое-то собрание, где могут... Могут, могут. Вот именно в рамках жилищного кодекса могут проводить собрание и инициировать собрание только собственники. Управляющая компания в рамках этого договора предполагает, что и она тоже может инициировать. Когда меняется управляющая компания, получается, что собственники проводят свое законное собрание, управляющая компания находит кого-то неблагонадежного, социально неблагонадежного, возможно, подкупает, возможно, что-то еще. Вот эти деления домов, которые происходят, то есть этот пункт позволяет как раз, получается, вот это вот все. Заступорить процесс. Получается два протокола, и ситуация подвешивается. Понятно, ясно. Еще какие, Роман, да. Вы же погружены в вопрос. Пункт 4.6, он меня возмутил в том плане, что он предполагает фактически отмену 344-го постановления Российской Федерации. Оно заключалось в следующем, что для управляющих компаний был установлен потолок по общедомовым нуждам, актуальный на сегодня Красноярцев момент. И выше установленного правительством Красноярского края, а именно 3,2 литра с квадратного метра общей площади, управляющие компании не имеют права взымать. Здесь в пункте 4.6 прописано, что собственники приняли решение и позволили управляющей компании взимать это сверхнормативно. Они сами позволили, сами сказали, берите с нас больше. Ну, именно так. И если вы просто вспомните ситуацию по центральной России, большинство потрясений, и даже реакция президента была, что вот именно из-за того, что были огромные неправомерные начисления именно по общедомовым нуждам. По поводу шестого пункта. Я думаю, мы еще поговорим после рекламы небольшой. Сейчас мы прервемся. Я напоминаю нашим зрителям, что пока идет реклама, вы можете звонить по телефону 202-22-22, задавать вопросы. Ну, а мы уходим на короткую рекламу. Возвращайтесь, будет еще много интересных вопросов и важных, самое главное. КОНЕЦ